итак всем привет в эфире канал индустриальный крым я тут насмотрелся на всяких блогеров которые ходят по стройкам с этими сэлфи палками снимают помимо пейзажа еще себя зачем-то ну и подумал а чем я хуже у меня конечно сэлфи палок не будет но мне сэлфи машина так что иногда буду вот так вот рассказывать из машины на регистратор то есть такой контакт со зрителями сегодня воскресенье погода не очень вчера было ясно солнечно но были дела не смог выбраться сейчас еду на симферопольскую тесс ну и параллельно по пути в симферополь загляну в разные места строящийся тавриды пятого шестого то есть шестого и седьмого этапов севастопольский участок обход севастьяновки развязка на дубках и ливотках севастопольская вот скорее всего будет выходить это дело частями будет много материала но в одно видео нагромождать смысла нет такие разные объекты сейчас мы с вами движемся по обходу инкермана это так называемая президентская дорога которую начинали строить еще в девяностом году еще даже при союзе не при украине то есть у меня из-за этого прозвища горбачевка кучмовка вот в девяностом году и начали строить в 2002 с горем пополам закончили это естественно я был маленький тогда и особо ничего этого не видел и не помню поэтому рассказать что-то подробнее про эту дорогу не могу по тем временам тоже достаточно крутой объект с серьезным объемом работы вот наша следующая остановка это будет обход севастяновки может если по пути что-то увижу интересно еще где-то раньше остановлюсь что-то сниму так что погнали просили снять картинка немного дергается я планировал регистратор на которой снимал первую часть а потом планировал прицепить на стекло у него открылось крепление я примотал изолентой вот а сейчас у меня кончилась обувайка и грязное стекло так что видно то видно вот в принципе так всю дорогу то есть слева уже готовится дополнительное полотно для расширения вот этой вот трассы две полосы дополнительные ну и справа тоже вырублено все вот так она идет до севастяновки решил отход севастяновки отдельно в отдельное видео не делать потому что тут прошел дождь но мы видим в каком состоянии грунт я так остановился тут проверил омывайку в общем все нормально работает мы заодно вот снимаю это вот севастяновка бывшая вот эта остановка общественного транспорта поломали вот ну соответственно поскольку сейчас нигде работы особо не ведутся я туда по грязи не пойду то есть погода наладится тогда отдельность короче народ блин вот она вот так выглядит вот я приехал на ней сейчас снимать и что я сейчас буду снимать я не знаю я сейчас туда-сюда проедусь может получше я найду место но пока вот такие дела туман жесткий ничего не видно видимость метров 10 даже вплотную подъехав забору т.с. ничего толком не видно так что в общем еще и гололед снег лежит я на грязевой резине фигачу вот такие дела программа не выполнена по пути везде грязь вся техника стоит ну вот я знал в принципе куда еду на не ожидал что все будет настолько печально надеюсь или на следующих выходных или через неделю выбраться еще раз в эти края думаю что тумана не будет и получится снять все как надо сейчас по пути сюда и видел дороги там в полях лэп собирают вот хотя бы сниму что ли это чтоб не с пустыми руками ехать симферопольской теста то что я покажу белое облако из которого чуть-чуть местами проглядывают серые металлоконструкции каркасов вот он аппарат лютый в грязи короче что я хотел показать отсюда блин плохо видно тут деревья сейчас покажу я туда доберусь как-то вон работает техника он патриот стоит коллега почти что вот лэп она не там что-то делают это видно западно крымская симферополь воздушная линия и он вдалеке работают там тоже навешивают изоляторы там такое такой работой занимаются или уже навесили начата в общем провода еще не все установлены ну вот такой маленький этот самый привез из симферополя сожалению вот тут туман меньше вот там где станция там полная жесть поэтому ну что проехала симферополь и доехал до севастопольской развязки трассы дубки-леводки сейчас еду по грунтовке по грязной очень в планах у меня сегодня здесь снять что происходит на путепроводе над железной дорогой ну и частично севастопольскую развязку где уже смонтирована видимо работает не сегодня установка для устройства буронабивных свай подробнее про дубки-леводки смотрите следующие серии нашего лютого фильма про путешествие на уазике поэтому кто посмотрел этот наверное самый хреновый по содержательности мой ролик тому большое спасибо мы надежды не теряем смотрим прогнозы выбираем свободные дни может еще поеду ближайшее время вот на симферопольскую т.с. конкретно без остановок прям туда и обратно